Тюменское айкидо отметило 20-летие. В честь знакового события в центре дзюдо прошел красочный фестиваль с показательными выступлениями основоположников восточной дисциплины. Параллельно в спорткомплексе здоровья состоялся уральский чемпионат по двум направлениям грэплинга. Этот относительно молодой вид спорта активно набирает популярность у подрастающего поколения. Айкидо не остается в тени новых веяний, однако почему привлекать в эту секцию новые лица становится все сложнее, постараемся разобраться. Для многих ответ будет лежать на поверхности. Айкидо – это техника по сути бесконтактного боя, где удары наносятся скорее де юре, чем де факто. В сети можно найти массу такого рода видео. Но, разумеется, люди, посвятившие всю жизнь японскому единоборству, с расхожей фразой «Айкидо не работает» в корне не согласны. У нас есть нападение, у нас есть ударная техника. Неправда, что говорят, что Айкидо нету. Мы боремся и ударную технику ставим для того, чтобы они могли себя защитить. Один нападает, другой защищается. Также мы боремся, как дзюдо, также мы боремся, как самбо, также мы ударную технику ставим, как карате. Но мы учим, как правильно использовать вот эту ударную технику, захваты и броски. Чтобы в Айкидо получить допуск схваткам в полный контакт, нужно отучиться минимум 2-3 года. В грэплинге, хоть и существуют захваты, подсечки, болевые приемы, ударная техника здесь отсутствует в принципе. Что не делает меньше очереди в секции. Времена меняются, предпочтения тоже. Теперь молодежь смотрит не фильмы со Стивеном Сигалом, а выступления вполне реального бойца. Хабибу Нурмагомедову сегодня хочет подражать львиная доля мальчишек, полюбивших европейский аналог японского джиу-джитсу. Карате, мне не нравится, честно, спорт карате, поэтому я выбрал грэплинг. Приходить в грэплинг это надо по-любому, потому что это основа имма, так же повторяюсь. Тем более в Раджафайт, таким тренером. Впрочем, фигура Хабиба, конечно, не ключевая в условном противостоянии грэплинг-айкидо. Зачем родители отдают детей в единоборство? Чтобы те становились сильнее физически и увереннее в себе психологически. А для иных пап увидеть своего сына на пьедестале почета – непременное условие для походов ребенка в спортзал. Многие не приходили в айкидо, потому что нет соревновательного аспекта. Но нам приходилось рассказать преимущества айкидо над остальными видами. Что это означает? Это означает, что мы айкидоки используем силы противника. Это что значит? Это бережем того, кто на нас нападает. И стараемся максимально не повредить, потому что если делать айкидо быстро, если человек не готов двигаться так или иначе, обязательно человек себе потравмирует. И, наконец, главный вопрос – какой из видов будет более эффективен на улице? Да, естественно, конечно, может помочь. Очень многим. У нас же, я же вам говорю, грэплинг – это не только все, как думают, что это партер, вся возня идет на полу, валяется. Нет, конечно. Давайте вспомним вольную борьбу, классику вообще вспомним, грекоринскую борьбу, то есть стойка. В грэплинге тоже самое присутствует, и стойка, и все. И тоже самое в уличной драке, то есть без проблем. Проход ноги сделал, поднял на второй этаж, все, разговор закончен. Я с самого начала занимался айкидой не столько как практическим искусством, сколько как способом изменить свою жизнь. И для меня айкидой именно это означает. И если человек хочет искать какого-то реального применения его на практике, то, может быть, ему стоит выбрать какой-то другой вид моевых искусств. Для меня же это, в первую очередь, некий ориентир, которому я следую, строя свою собственную жизнь. Так, как оно не имеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова